друзья всем привет представим ситуацию идем на авторынок нам нужен свежий автомобиль шестнадцать семнадцатый год цельники допускаются под красой не битой с нормальным адекватным пробегом что можно купить обязательно 4 воды вот сегодня мы покажем такой пример но пока не забывайте подписаться наш канал обязательно прокомментируйте поставьте лайк и я думаю завтра выйдет большое видео с ценами уже зайдем пройдем по стоянкам авторынка зеленый угол посмотрим цену новые привозы что сколько стоит кстати на авторынке пополнения стоянки прям забиты смотрите как плотничком стоят автомобили это вот одна из многочисленных из многочисленных стоянок на авторынке автомобили все больше и больше то есть привоза есть в принципе есть автомобили всех марок и так что же это все-таки за автомобиль вот он собственно стоит перед нами это toyota паса автомобиль 4 воды стоимость автомобиля 500 чуть попозже скажу по моему 570 тысяч он стоит у него настоящий родной аукционный лист настоящий пробег то есть автомобиль больным как это все любят говорить он не идеальный у него есть два подкраса не глобально автомобиль 2016 года выпуска то есть соотношение цена-качество наверное идеально подойдет как для первого автомобиля когда человек учится ездить в принципе в принципе не только для первой текке у нас у цигробы до сих пор внешний вид автомобиля я вам скажу достойный задняя дверь идет пластик передние крылья тоже идут пластиковые двигатель литровый цепной коробка передач вариатор двигателя в принципе неприхотливого обслуживания меняйте во время масла ложного менять раз в 5 7000 в принципе в 45000 басики можно поменять это не так дорого главное чтобы масло было хорошая качественная такое масло лить лети синтетику 020 есть разные комплектации автомобиля это у нас не самый такой богатый вариант ну не самый бедный сейчас немножко углубимся посмотрим так внешний вид посмотрели данный автомобиль без литья на летней резине размер колес 165 65 14 резина 2020 года сразу обращайте внимание автомобиль 4 воды в каком он состоянии автомобиль действительно не ржавый многие будут говорить что литровый двигатель не едет поверьте ребят он едет еще как несмотря на то что автомобиль 4 воды понятно мы не будем сравнивать там с 13 с полторашкой с филдером с аксел но данный автомобиль он заслуживает внимание хочу вам показать состояние снизу по передней части постоянно людей стоит дилема что взять либо паса либо ведь то есть в ценовой политики ну не примерно одинакове с будет конечно опять же смотря какой-либо 11 и 3 либо литровый допустим если брать 4 воды то витцы только 134 воды он будет конечно подороже давайте начнем с багажного отделения как я уже сказал дверь задняя пластиковая само багажное отделение стандартное многие просят ходить мерить с рулеткой ну я думаю совет кому не будем по крайней мере сейчас это делать мне очень нравится что здесь нет пластика пластики есть только по верхней части это очень удобно поверьте царапаться на вас не будет здесь есть ниша полноценная запаска донкрат крепление для для донкрата задние сидения складываются но мне наверное вряд ли одной рукой это получится сейчас делать либо придется выключать камеру камеры я выключил вот здесь две защелки с левой и с правой стороны раз сложили внушительное объемное багажное отделение получается да здесь ровного пола нет но тем не менее перевести какие-то вещи какой-то груз это все можно сделать все многие говорят чуть ли не утверждают при продаже автомобиля на летней резине должен идти комплект зимней резины резины ребят у нас не так машина пришла с японии вот на какой резине она пришла на такую продают добывая то что продавец ставит зимнюю резину ну и придачу дает летняя но это не так часто и так салон дешевый все дешево пластик стеклоподъемник подстаканник задние сиденья они довольно широкие есть три подголовника и мне очень нравится в пасеке здесь довольно много места для задних пассажиров пассажиров именно для колена не лучше сюда сяду мне коленки они упираться не будут кармашек идет с левой стороны как обычно садится мы туда не будем посмотрите кстати автомобиль заслуживает внимание по чистоте по салон чистый приятный аккуратный салон передняя дверная карта все то же самое что из задней здесь монтирована колонка еще многие говорят замучили вот эти подстаканники дуйки все остальное ребята мы вам хотим показать что есть наших японских автомобилях объем двигателя цену вы можете зайти на сайт drum.ru и посмотреть кстати это отдельная тема для разговора к этому вернемся где искать автомобили и не думаю то что вам день на дроби в объявлениях вот так вот продавец будет все показывать и где-либо вы еще найдете такое вот видео здесь крючок вешалка но если честно я даже не знаю кто им пользуется напишите в комментариях нужен вообще или не нужен торпеда здесь понятно то что идет пластика airbag обдув на запотевание стекла сюда ведет стойка здесь идет глухая есть у нас зеркало бардачок есть лежит аукционный лист ну собственно вот 4 балла пробег 37000 окрас заднего правого крыла задней правой двери все совпадает все бьется один в один по передней части места здесь довольно тоже много климат-контроля нет все на крутилочках даже знаете как по старинке переключали холодный горячий воздух вариатор обогрев заднего стекла включение кондиционера забор воздуха салона с улицы ну над бардачком панелька здесь так прикольно сделано под углом тоже что-то туда можно положить вот только я вот не знаю что положить кнут ручка на будет болтаться на нервы действовать неплохая установлена магнитола и вот сама вот эта панель магнитола она вот как немного выпирает отсюда сигнализатор ремни безопасности ну и подсветка давайте переместимся на место водителя и посмотрим что у нас под капотом кстати все стоянки подзабиты автомобилями этот автомобиль однозначно будет рекомендован покупки здесь все то же самое но единственно нас добавляется блокиратор и 4 стеклоподъемника регулировка зеркал соответственно складывание зеркал пустил еще момент с той стороны есть у нас подлокотник удобный тоже с небольшим бардачком итак здесь у нас установлена система для платных дорог а и стоп антибукс отключение дачка при столкновении корректор фар автомобиль заводится с ключа вот это ребят вечная болячка я думаю то есть у каждого автомобиля вот эти вот царапины вокруг замка зажигания незаметный подстаканник руль руль идет обычный обычный пластиковый руль заведем прохладно на улице сегодня очень холодно утром было минус 23 и так руль идет обычный пластиковый называет знаете все по-разному называют мультируль пола мультируль ну будем называть это пола мультируль здесь у нас идет кстати вот пробег 37000 3 по 3b экономия топлива а и стоп но сейчас потеплело минус 13 расход потише сделаем расход бензина показывает на данный момент 12 и 4 то есть это говорит о том то что на один литр мы проедем грубо говоря 12 с половиной километров сейчас автомобиль стоит я думаю его заводили вообще расход топлива по трассе можно уложиться литра наверное четыре с половиной пять несмотря на то что автомобиль 4 воды вот он сигнализатор идет кнопка включения аварийной сигнализации я наверно буду повторяться но многие спрашивают с левой стороны у нас включаются дворники это не левый руль с правой стороны включаются поворотники и обратите внимание как здесь включается поворотник то есть он включается не до щелчка раз и все раз все то есть он не стопориться в одном месте по месту плохого я сказать абсолютно ничего не могу друзья прервался на телефонный звонок снимаем на камеру на телефон ждем микрофон вот нет у нас городе нормальных микрофонов как вам так место показать даже не знаю но поверьте место здесь довольно довольно много то есть мне сидеть действительно удобно я не обо что не знак коленками вообще никуда не упирается я не трусь головой шикарно посадить второго человека тоже будет будет все отлично так что касается значит по месту показал лобовое стекло широкая то есть видно все просто шикарно несмотря на то что столько здесь глухая она есть такие автомобили где найдет широкая здесь она узенькая то есть принципе все очень хорошо видно единственное мне не нравится вот здесь на аксио на филдере зеркала заднего вида но все таки не знаете какие-то такие маленькие то есть я считаю это не доработка ладно это была шутка вот что вам здесь что показать в принципе принципе я думаю здесь все уже показано хороший надежный автомобиль пойдемте посмотрим на подкапотное пространство так что двигатель заглушен капот идет пластиковый железный собственно вот у нас сердце автомобиля литровый двигатель по моему 69 лошадиных сил смотрите состояние автомобиля 4 воды согласитесь достойно многие там увидят рыжего такой скажет ой машина ржавая ребята вы не видели ржавых машин единственный минус что мне здесь не нравится что подкрутить вот эту пробку до масло зеленая горловина ну блин надо постараться поиздеваться патру вот этот вот мешает очень неудобно в принципе все просто удобно доступно заливаем омывайку радиатор расширительный бачок аккумулятор поменять вообще проблем здесь никаких нету то есть доступ великолепный можно сказать также это все скидывать если нужно поменять свечки масло очень удобно что есть щуп на большинстве новых автомобилей щупа нет для проверки жидкости вариаторе здесь мы можем достать посмотреть в каком она состоянии могу попасть обратно в принципе думаю можно закрывать итак это toyota пасса 2016 год стоимость автомобиля 585 тысяч рублей автомобиль с родным аукционным листом с родным пробегом еще 4 воды я считаю это достойный вариант для покупки автомобиля да и вообще не только вот конкретно вот этот пасек вообще рассматривать toyota пасса как покупки первого автомобиля есть кстати аналоги то дайхатсу бун ребят на сегодня будем заканчивать всем огромное спасибо кто досмотрел до конца не забывайте поддерживать нас не забудьте оставить комментарий посоветовать друзьям знакомым видео чтобы все знали что есть правый руль всем пока